Большинство людей не могут справиться со свободой. Они все время пытаются связать себя отношениями и только говорят о свободе, потому что свобода требует смелости. Свобода требует определенной доли сумасшествия. Меня могут схватить, могут мучить, могут сделать со мной много всего, но никто не сможет вторгнуться внутрь. Все парни должны знать такие песни, иначе девушек вам не поразить. Несмотря на то, что мы окружены таким большим количеством людей, нам все же не хватает чувства принадлежности к кому-то. Нам хочется, чтобы нас принимали и любили. Как справиться с такой неудовлетворенностью и одиночеством? На одном уровне многие задают вопросы о том, как мне стать свободным от чего-то. На другом уровне вы спрашиваете, как мне связать себя с кем-то или чем-то. Вам нужно определиться, что для вас является наивысшей ценностью в жизни — свобода или зависимость. Мне бы хотелось услышать это слово. Свобода. Но если вы свободны, вы чувствуете себя потерянными. Если вы пойдете в горы, и там вы абсолютно свободны, то есть вокруг никого, есть только вы и горы, и больше ничего, вы не будете чувствовать себя свободными. Вы будете потерянны. Для того, чтобы справиться со свободой, требуется определенная ясность ума и достаточная сила. Большинство людей не могут справиться со свободой. Они все время пытаются связать себя отношениями и только говорят о свободе. Если вы предоставите им свободу, они будут глубоко несчастны. Это эволюционная проблема. В том смысле, что... Человечество сейчас словно птица. Если птицу долгое время держать в клетке и однажды открыть дверцу, птица не улетит. Находясь внутри, она будет биться, стремясь выйти из клетки, но она не улетит. Человек находится в таком же состоянии. Для всех остальных созданий природа начертила две линии, внутри которых они живут и умирают. И они это делают. Только для людей нет ограничительных линий ни сверху, ни снизу. От этого они и страдают. Если бы их жизнь была регламентирована, как у всех остальных живых существ, не было бы ни стресса, ни беспокойства, они бы не страдали от своего интеллекта. Это то, чего вы неосознанно ищете. Вы можете искать это в форме отношений, профессии, национальности, этнической принадлежности, сообщества, Бога, рая, ада. Вы лишь пытаетесь провести искусственную линию, которая не существует. Потому что свобода требует смелости. Свобода требует определенной доли сумасшествия. Если вы абсолютно нормальный человек, вы не можете быть свободными. Вы будете бесконечно ходить между двумя линиями логики. Свобода требует значительной силы. Первое необходимое условие для того, чтобы стать свободным, вы понимаете, что любое переживание человека имеет под собой химическую основу. Да? То, что вы называете радостью, — это один вид химии, страдания — другой вид. Стресс — один вид, тревога — другой, агония — один вид, экстаз — другой вид. По крайней мере, про экстаз вы понимаете. Я слышу. Ваш жизненный опыт имеет химическую основу. Это очень поверхностный взгляд на это. Существуют и другие подходы. Но для вашего понимания... Или другими словами, то, что вы сейчас называете собой, это всего-навсего химический суп. Вопрос лишь в том, хороший ли вы суп или скверный. Да или нет? Если вы обладаете химией блаженства, то если вы закрываете глаза, все прекрасно, открываете глаза, все прекрасно, кто-то рядом с вами прекрасно, никого нет, просто замечательно. Да или нет? Но у вас скверная химия. Вы посмотрите на них, если они улыбнутся, это будет приятно, но они прекрасны. А если посмотрят на вас вот так, внезапно это станет проблемой. Если эти люди ведут себя в точности так, как вы хотите, ваша химия будет достаточно сбалансирована. если они будут делать что-то, что вам не понравится, бум, все пойдет совсем по-другому. По сути, вы не рассмотрели вот этот механизм, на чем он основывается, как он работает, как я могу заставить его работать более эффективно. Представим, что сейчас вы по-настоящему переполнены блаженством, как я. тогда будет ли иметь значение, есть ли кто-то рядом или нет? Если кто-то есть, замечательно. Если нет, замечательно. Потому что ваше переживание жизни больше не определяется тем, что вы имеете и чего у вас нет. Это могут быть люди, вещи, еда, одно, другое, переживание жизни. Не должно определяться этими вещами. Когда ваше существование больше не определяется чем-то, что находится вовне, тогда одиночества не существует. Но вы наслаждаетесь тем, что вы одни, потому что нравится вам это или нет. В таком юном возрасте это может быть непросто понять. Нравится вам это или нет, но в пределах этого тела вы всегда одни. Не так ли? Вы можете общаться, вступать в половые отношения и так далее, но в пределах этого тела вы одни. Да или нет? Да? Если вы не научились справляться с этим одиночеством, вы не научились справляться с этим одиночеством, вы ничему не научились в этой жизни. Прекрасней этого и быть ничего не может. Самое прекрасное в жизни то, что никто сюда не заберется. Это мое собственное пространство. Да или нет? Разве это не самое замечательное? Никто не может вторгнуться в меня. Меня могут схватить, могут мучить, могут сделать со мной много всего, но никто не сможет вторгнуться внутрь, потому что у меня есть мое собственное пространство. Разве это не самый замечательный аспект жизни? Не стоит страдать от этого. Это самое замечательное. Но вам хочется наслаждаться романтической истомой. Как там называются? Какие там есть популярные песни? Когда страдают по кому-то. Я не могу без себя жить. Сейчас все песни на один лад. Спой какую-нибудь из них. Одну из старых. Я очень плохо пою. Я ужасно пою. Просто скажи мне слова, я сам спою. Скажи, в микрофон. Это ты мне все это говоришь? Хорошо, хорошо. Я понял. Шри Рам хорошо поет. Шри Рам. Спой вот эту песню. То, что он сейчас говорил. Все парни должны знать такие песни, иначе девушек вам не поразить. Но девушки должны понимать, что парни это делают, потому что у них есть определенные потребности. На самом деле это неправда. Но пока что давайте получать удовольствие от этой игры, потому что все, что мы делаем, это определенная игра. Жизнь — это игра, потому что у нее есть конец. Но самое главное — это то, как вы чувствуете себя внутри. Если сейчас вами управляют лишь ваши потребности, вы будете жить очень жалкой жизнью. Но если вы можете сидеть здесь без каких-либо потребностей и делать то, что необходимо, ваша жизнь будет замечательной. мое пожелание и благословение, чтобы каждый из вас жил замечательной жизнью. Сделайте так, чтобы это произошло для вас. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok